Здравствуйте, мы в студии 7. Сегодня у меня в гостях гендиректора Красноярской краевой филармонии Евгений Стадушный. Здравствуйте, Евгений Васильевич. Ну, естественно, к вам первый вопрос. Как чувствует сегодня себя филармония в такой сложный, уникальный, я бы даже сказал, период? Добрый день, Виталий. Я говорю, что мы в осаде. Естественно, блюдем все необходимые превентивные нормы, поддерживаем деятельность внутри нашего огромного здания, любимых концертных залов и поддерживаем морально тех артистов, которые сейчас, по сути, лишены их главного дела жизни. Тут очень многое зависит от эмоционального фона. Как раз с ним приходится больше всего работать. – Эмоциональный фон сотрудников, зрителей, артистов. Чей больше вас беспокоит? – Как руководителю беспокоят все вышеперечисленные. Артисты, для них творчество – это главное дело жизни, и без него люди действительно задыхаются, как невозвышенно это звучит. – Зрители всегда переживают, потому что потрачены средства за билеты, и волнуются, могут ли они их вернуть или посетить мероприятия, которые планировали. Ну и, соответственно, те, кто обеспечивает сейчас жизнедеятельность здания, внимание к ним, потому что люди как бы на передовой, пусть и без не очень большого риска, но все-таки. – Какой процент людей у вас сегодня ходит на работу, и какой процент находится на самоизоляции, либо на удаленке? – По сути, у нас минимальное количество людей выведено в здание. Я думаю, что по общим подсчетам это не более 20 человек, при том, что штат у нас – это 600 сотрудников. Все артисты находятся по домам, те, кто приходят в здание, приходят посменно, отдельно инженеры, отдельно бухгалтерия, отдельно клининг и так далее. – Артисты даже не репетируют в этот момент? – Все переведено на домашнее удаленное взаимодействие, насколько это возможно. Я думаю, что многие соседи в жилых домах узнали о наличии богатого репертуара за стеной, и, конечно, есть проблемы даже бытовых конфликтов, поскольку дома люди занимаются много, привыкли заниматься обычно на площадке, а здесь они ограничены в передвижении, и это вызывает недоумение. – Ну да, ну, как говорится, потерпим все вместе во имя искусства. Скажите, в аккаунтах, в соцсетях филармонии сегодня есть разные акции, онлайн-концерты, лекции и прочие-прочие форматы, которые сегодня, я так понимаю, какие-то в первый раз вы обкатываете, какие-то уже более-менее привычные. Скажите, ваше ощущение от вот этой деятельности, от этой части деятельности? – Мы внимательно следили вообще за развитием ситуации с коронавирусом в мире и, естественно, готовились заранее, по крайней мере, морально. Проводили аналитику, что делают коллеги за рубежом, что делают наши коллеги по России, и когда настал режим самоизоляции, мы были готовы. У нас была стратегия не просто повторять банальный формат видеотрансляций, а вступать в диалог с публикой. Таким образом, мы запустили проект «Красфилл Хоум», то есть «Красфилл» на филармонии дома, который состоит из практически десяти разных частей. Это и видео лекции, и небольшие интервью, образовательные проекты, загадки и шутки, чтобы немножко взбодрить и развлечь аудиторию. При этом онлайн-трансляции тоже обязательно часть этого процесса. Аудитория восприняла это с удовольствием, причем каждый формат нашел свою публику, ну, как это и бывает и с афишей. Мы внимательно следим за обратной связью, потому что социальные сети дают эту возможность, и не хотим работать в стол, а хотим понимать, что действительно нужно. И я могу сказать, что вполне успешно. Наша средняя аудитория – это порядка десяти тысяч человек в день, то есть такое ядро наших поклонников, и каждый из них выбирает тот или иной жанр. Это даже больше, чем вмещают ваши залы. Ну, как сказать больше? Мы же говорим о практически 50 отмененных концертах, о 40 перенесенных, и если подсчитать общее количество зрителей, то, в общем, аналогичное. Хорошо. Из вот этих вот онлайн-форматов что-то для вас явилось неожиданностью, или вы, в принципе, предполагали такую реакцию? Не могу сказать, что мы создали что-то прорывное. Я думаю, что наша новелла – это как раз именно комплексный подход, то, что мы не сделали ставку только на один жанр. Конечно, многие артисты попробовали себя в неожиданные роли режиссера, монтажера, сценариста видеороликов. Мы же, к сожалению, не можем собираться все вместе, чтобы выдавать качественный продукт. Это первый момент. Второй момент – было интересно переводить все это в дистанционную работу. То есть координировать людей, находящихся в разных точках города, и при этом передавать им энтузиазм, получать от них обратную связь. Это тоже была такая неожиданность. Но мы быстро учимся, и коллектив, и творческий, административный переключился на новые рельсы. Поэтому мне кажется, что все получается. А что из этого вы возьмете на вооружение? Может быть, после того, как закончатся все эти ограничительные меры, какие-то форматы вы у себя сохраните или, может, даже начнете развивать? Я уверен, что мы сохраним все. Единственное, что не в таком объеме, поскольку сейчас освободившееся время по обслуживанию концертного репертуара ежедневного, мы вкладываем в идеи мозговые штурмы для обслуживания репертуара цифрового. Но вы понимаете, что приоритет всегда будет отдаваться живому общению со зрителем. В этом и есть смысл искусства. По крайней мере, музыкального, академического. Тем не менее, цифры становятся все больше вообще в искусстве, в любом виде искусства. Вы для себя наметили какое-то направление цифровизации вашей филармонии в каких-то иных форматах, не только связанное, как сегодня, с удаленной работой, с дистанционным общением, а вообще цифровизация в более глобальном смысле для филармонии, для людей искусства? Ну, смотрите, мы скорее говорим об инструментах по организации творческого процесса. Такие банальности, как электронный документооборот, который позволяет тратить меньше времени на оформление и преодоление бюрократических препятствий, ну и упорядовывающие дела производства. С другой стороны, техника, которой мы пользуемся. Старый компьютер обрабатывает информацию дольше, соответственно, теряется время, а за год набирается много часов. Для артистов мы можем предложить только съемку, звуковую, видео на аппаратуре более высокого качества. Потому что сейчас, по сути, информационное пространство, в которое мы вышли, цифровое информационное пространство, интернет, делает нас конкурентами автоматически всем учреждениям культуры в мире. А возможности, например, венской оперы чуть-чуть превышают наши. Пока. Да. Но все-таки. Поэтому наша задача делать и развивать существующий формат, но на качественно другом уровне. Сейчас мы уже находимся в переговорах с некоторыми, например, IT-компаниями, чтобы обеспечивать спонсорский, дружеский доступ в интернет на высокой скорости. Естественно, будем разговаривать на темы по предоставлению оборудования соответствующего класса. Вот это сейчас такой приоритет. Хорошо. Ну тогда в следующей части нашего разговора мы побеседуем уже подробнее о репертуаре, о том, как он сильно изменился, сместился, что отменилось, что перенеслось. Это вот самые волнующие зрителей вопросы. А пока мы сделаем небольшую паузу и вернемся в нашу студию. Продолжение следует... Мы снова в студии 7. У меня в гостях генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стадушный. Евгений Васильевич, давайте теперь чуть поподробнее о том, как изменилась вообще репертуарная сетка вашей филармонии, что отменилось и что перенеслось, и вообще какими сроками вы сегодня оперируете, когда вы, скажем, прогнозируете дальнейшую деятельность, какие у вас вот примерно реперные точки. Вы сейчас говорите про лето или сразу про осень или про следующий год. Вот поподробнее о том, как сегодня выглядит репертуар. Это болезненный вопрос вы затронули. И он касается в первую очередь мироощущения самих зрителей. То есть я не хочу выступать дельфийским оракулом и говорить, что в середине лета мы начнем давать концерты на улице или в малых формах. Я могу только трезво понимать, что люди побоятся возвращаться в концертный зал с тем же энтузиазмом, какой был прежде. Поэтому нам придется работать над тем, чтобы обеспечить им максимальную безопасность, ну как минимум повышение санитарных стандартов внутри организации, а с другой стороны и вести с ними работу по привлекательности нашего продукта, то есть чтобы их мотивация посетить концерт была выше, ну какого-то инстинкта самосохранения, что ли. Но, естественно, только в том случае, если мы будем понимать, что общая ситуация безопасна. Потому что безопасность – это базовый приоритет, и только после него можно говорить о культурном удовлетворении. Следующий момент, конечно, два месяца просто выпали из нашей концертной жизни, и мы старались сохранить все обязательства, взятые на себя. Таким образом, уже существующий репертуар осени, начиная с сентября, сильно обогатился мероприятиями апреля и мая. Из всех мероприятий, конечно же, часть отменилась, но небольшая. Это порядка 40 концертов, и все они в основном камерные или с участием международных артистов. Крупные мероприятия, знаковые для нас, такой, например, как Транссибирский арт-фестиваль, нам удалось на 99% сохранить и даже несколько расширить программу за счет слияния с другими мероприятиями. Поэтому целый месяц под эгидой Вадима Репина мы будем давать удивительные концерты с конца ноября по конец декабря, посвященные в рамках этого фестиваля. Что еще? Мы надеемся как-то стимулировать спрос, будем работать с ценой билета. Это будет наш вклад, по сути, в антикризисные меры. Естественно, у роста никакого цен билетов не будет, и, скорее всего, мы прогнозируем определенное снижение. Потому что, в первую очередь, мы хотели бы видеть людей в зале. Все остальное для нас сейчас вторично. Да, кстати сказать, вы очень точно угадали главную опасность, что люди будут бояться, в принципе, приходить в залы. Я хочу сказать, что недавно я смотрел, сейчас все следят за Китаем, за китайским Уханем. Они уже сняли все карантинные меры, все ограничения. И жизнь вернулась вроде как в прежнее русло, но сейчас все следят за тем, как именно она возвращается. И вот первое, что с неожиданностью для себя отметили наблюдатели, что люди не пошли в кинотеатры. Ну, во-первых, они просто пересмотрели на самоизоляции всего, чего можно, и уже как бы пресещение наступило. А с другой стороны, они просто действительно боятся находиться два часа в закрытом помещении с другими людьми. Я очень надеюсь, что на филармонию это не распространяется. Во всяком случае, пересмотреть ничего такого невозможно на самоизоляции. Да, это не кино все-таки. Поэтому в этой части, я думаю, что здесь вы будете на более привилегированном положении. Очень на это рассчитываю. Тем не менее, вы точно угадали именно вот главную такую опасность, что люди будут просто сторониться место скопления. И в связи с этим, конечно же, вам придется, наверное, сильно изменить в этом плане сам формат взаимодействия со зрителями. Все как у Чехова. Будем искать новые формы. Ну да. Вы, кстати, уже предполагаете, какие именно новые формы? Как я сказал, первый акцент будет сделан на санитарные нормы. Потому что ни нового здания, ни какого-то формата кресел мы придумать не сможем. Может быть, маски, может быть, работа с публикой, что если ты все-таки покашливаешь, то не стоит ходить на общественные мероприятия. То есть просвещение, образование и обеспечение норм каких-то безопасностей. Тут я еще думаю, какие-то нормы будут спускаться сверху. То есть вот сейчас есть разговор о том, что на публичных мероприятиях всем мерить температуру на входе, например. Ну, тепловизор, есть определенные инструменты. Но, должен вам сказать, что в целом, как вы сказали, нормы, спущенные сверху, нас очень поддержали. Потому что наш учредитель Министерства культуры с крайней ответственностью подошло к вопросу безопасности как зрителей, так и самих организаций культуры. Нам давали четкие инструкции, объясняли, как лучше сделать. У нас были штабы, в режиме живого времени происходил контроль. И мы не чувствовали себя брошенными или оставленными. То есть у нас была твердая почва под ногами. Это было приятно. Я знаю, что вы активно общаетесь с коллегами в других регионах. Вы можете примерную сравнительную характеристику дать, как себя чувствуют ваши коллеги в других регионах, например, или в Москве, в Питере? И как сегодня чувствует себя Красноярская филармония? Могу сказать, что когда мы перекрыли доступ вообще всех в филармонию, в Новосибирске еще проходили мероприятия арт-фестиваля Вадима Репина. Очень смелое решение. Но я считаю, что те меры, которые были приняты в Красноярском крае, они были своевременны и направлены именно на защиту людей. Это приоритет. Мы никогда не можем знать, если есть один человек, кашлящий в зале, как это было в Германии на одном из концертов, и потом всем пришлось сдавать анализы и прочее, когда выяснилось, что он болен коронавирусом. Это тот стресс и риск, который никому не нужен. По другим городам очень разная картина. В зависимости, вы знаете, что некоторые регионы вообще почти не получили зараженных, но там и концертная жизнь минимальна. Красноярский социально активный центр, тут бурная культурная жизнь и деловая, соответственно, мы были защищены. Коллеги из разных стран мира, с которыми мы тоже поддерживаем деловые отношения, совсем по-разному. Очень сильно пострадала, например, неожиданная Южная Америка. Из Эквадора приходили прям какие-то страшные новости. У меня есть знакомый в выставочном центре, там прям грустная картина. В Америке приостановилось все. И я благодарен Богу, что наша поездка туда не состоялась. То есть все делается. Мы понимаем, что во Франции ситуация была критична. И мы вытаскивали оттуда прямо в рамках спецоперации ансамбль танца Сибири, который находился на месячных гастролях. Приезд обратно, двухнедельный карантин, большое внимание со стороны Роспотребнадзора. Мы все выдержали. Слава Богу, все ребята здоровы, ни у кого не было никаких затруднений и прочее. Но это были прямо-таки военные операции, потому что в таких условиях по-другому нельзя. Вы всех вернули, да, кто был у вас на выезде на тот момент? Да, разумеется. И каким-то образом гастрольный график тоже изменился? Ну, первую половину осени и даже начало зимы мы трезво планируем без участия иностранных артистов. Есть ряд гостей на Транссибирском арт-фестивале, но это уже декабрь, поэтому мы верим, что будет полегче. Это пришлось скорректировать безусловно. Поэтому сейчас большой акцент на региональные творческие силы, на коллег из других городов для творческого обмена, ну и на солистов из Москвы и Санкт-Петербурга, если все будет в порядке. А у вас были планы гастролировать где-то за рубежом? За рубеж. У нас каждый год регулярно выезжает ансамбль танца Сибири, мы каждый год стараемся сделать гастроли для симфонического оркестра. Например, 2021 год мы нацелены на Южную Корею, это год культурного обмена с этим государством. И у нас сейчас ведутся переговоры, но все достаточно сдержанно, с оптимистичными нотками, но без подписанных обязательств. Я думаю, на 2021 это все-таки можно рассчитывать. Про этот год мы с осторожным даже оптимизмом на вторую половину года еще смотрим. Ну, 2021 я уж надеюсь точно, тем более, что даже Олимпиада, уж такое грандиозное мероприятие, перенесено на лето 2021, я думаю, оно состоится. Мы много работаем в стол, то есть у нас всегда есть план А, Б и В. Если очень хорошо все пойдет, то мы начинаем такую программу, номер один. Если будут какие-то сложности, немножко откладываем, начинаем вариант номер два. Это немного деморализует, потому что ты реально пишешь планы, составляешь, тратишь время на отложенные проекты. Но, с другой стороны, мы чувствуем себя во всеоружии при любом развитии ситуации. Ну да, время показало, что вы правильно действуете. Хорошо, мы сделаем небольшую паузу и вернемся в нашу студию. Новости на седьмом смотрите в новое время. С 13 апреля и каждый будний день в 19.30 мы будем рассказывать о том, что важно и интересно, о том, что волнует всех нас. Смотрите главные новости Красноярска в 19.30 на седьмом. Мы снова в студии «Семь», у меня в гостях и генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стадушный. Евгений Васильевич, мы оговорили в первой части нашего разговора о том, что вы активно пошли в онлайн общение со зрителями. И поговорили про выступления, репетиции, общение. Еще была речь о лекциях. То есть у вас довольно сильная образовательная составляющая вашей вот этой онлайн деятельности. Расскажите поподробнее о ней. На самом деле она есть, она существует в таком формате «развлекая образовывай». Это небольшие по продолжительности лекции, посвященные, например, юбилею Чайковского, который проводит художественный руководитель оркестра Владимир Ланды. Это различные вопросы о музыке. Это работа наших музыковедов, штатных и приглашенных. Пользуется большой популярностью, потому что мы видим охват, мы видим количество лайков, комментов и обратную связь от публики. Но образование становится, наверное, нашим приоритетом на первую половину следующего концертного сезона, поскольку образовательные проекты, они в большей степени камерные. И мы будем делать акцент на работе, например, с фондом «Новые имена» Дениса Мацуева, отслушивать талантливую молодежь, привозить ее в Красноярск со всего края, давать им возможность выиграть стипендию и участвовать в каких-то концертах симфонического оркестра. Сейчас находимся в стадии переговоров с Юрием Башметом по организации его образовательного центра. Большая программа, которая должна растянуться на полгода, а ее кульминацией должно стать совместное выступление стипендиатов и вручением дипломов самим Юрием Башметом, который приедет сюда с солистами Москвы в декабре. Вот такие точечные яркие проекты, но связанные не с массовостью, а именно с образовательной составляющей, становятся нашим приоритетом следующего сезона. Хорошо. Еще один момент, интересный тоже, который нам, можно сказать, подарил этот карантин, это акции, которые устраивают онлайн сотрудники филармонии в том числе. То, что было сделано недавно артистами ансамбля «Годенко», которое было посвящено Международному дню танца, с которым, кстати, я вас тоже смею поздравить, потому что вы один из главных, скажем так, акторов этого в нашем городе. Вы наверняка знаете про эти акции, которые устраивают артисты под названием «Гоу Дэнс» 2020, и сегодня очень много этих роликов, и действительно подхватили эту акцию. Очень интересные находки. Скажите, как вы относитесь к такому, во-первых, насколько это народное творчество, или это все-таки ваша какая-то организованная акция? И как вы относитесь к этому формату? Вы знаете, «Годенко» и ансамбль танца «Сибири» — это народный бренд для Красноярского края и для России. То есть красноярцы гордятся им, здесь не нужно никого убеждать в том, что это хорошо или важно. И это очень здорово, потому что это искренне. Самих артистов ансамбля мне по-настоящему жалко, потому что это ребята динамичные, молодые, они танцоры, и им, наверное, гораздо тяжелее в четырех стенах, нежели, например, академическим инструменталистам. Им необходимо движение. Очень многие с жаром восприняли предложение, участвовали в дискуссии по формату флешмоба и прочее. Плюс мы понимаем, что начало мая — это всегда день рождения мастера, да, это память, это возложение цветов к памятнику Михаила Семеновича. И сейчас мы лишены возможности праздновать одного из главных танцевальных метров танцевальной культуры Красноярска. Поэтому вот в такой форме каким-то образом поддержать себя, окружающих информационное поле, это было правильным решением, и все остались очень довольны и вовлечены. Вы посмотрите, какие счастливые лица этих танцующих людей, и, наверное, это самая большая радость. Да, меня больше всего еще порадовало, что к этому флешмобу призывают участвовать всех, независимо от профессионализма. То есть этот флешмоб грозит перетечь в такое народное движение. В этом и смысл флешмоба, в принципе, и его успех. Так называемое, прости господи, вирусное видео в хорошем смысле этого слова. Ну да. В этом смысле мы это слово можем использовать сейчас. Хотя во всех остальных хотелось бы его меньше употреблять, дай бог, когда-нибудь это пройдет, этот период. Ну, у нас остается буквально две минуты до конца разговора. Скажите, пожалуйста, как лично ваша жизнь, лично ваш график, ваша деятельность изменилась за последний месяц? Могу сказать, что общения стало больше. Конечно, ухо иногда болит от телефона. Мы активно используем онлайн-конференции, и они очень эмоционально затратны, потому что эмоции человека, передаваемые через монитор, это совсем не те, которые при живом общении. Плюс я привык быть в контакте со своей командой, постоянно что-то обсуждать, взаимодействовать, подбадривать или делиться проблематикой. Здесь есть определенное стеснение. Мы не совсем привыкли дергать друг друга по незначительным поводам. Одно дело маленький разговор в коридоре, в филармонии, когда идешь по делам, другое дело кого-то вызывать онлайн, устанавливать связь и так далее. Вот, наверное, это такой сложный момент перестройки был. Первые пару дней тоже было непонятно. Вроде как ты находишься в домашнем пространстве, и ты расслаблен, а проблемы, которые на тебя валятся, они по своей важности не меньше, а даже гораздо больше, чем были ранее, поскольку это здоровье людей, это большая ответственность. Вот, и приходилось прямо вот собираться, вплоть до того, что одеваться в рабочую одежду, чтобы садиться за стол и создавать правильный настрой. Такой момент есть. Ну и в целом мы стараемся не гадать, а просто с оптимизмом смотреть вперед и вокруг этого строим и свой быт. Что хорошо, планы немножко переносим, но они будут такие, да, поэтому приспособились. Хорошо, вы рассказали больше, что изменилось, скажем так, во внешнем, а внутренне. Вы что-то переосмыслили за этот период для себя? Вы подумали, что когда мы вернемся все к нормальному жизненному циклу, наверное, мы теперь по-другому будем что-то делать? Да, я буду чаще гулять с собакой. Это очевидно. Она очень выручала в эти дни. И продолжает, наверное, выручать. Хорошо, большое спасибо вам за этот рассказ. Я напомню, у нас в гостях был генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стадушный. Большое спасибо вам, Евгений Васильевич, за вашу деятельность, за то, что вы не теряете оптимизма и, в принципе, внушаете его всем окружающим. Ну и большое спасибо за нашу с вами беседу. Спасибо, Виталий. Мы были рады пообщаться. Субтитры подогнал «Симон»